Всем привет! Самое сложное в обучении на Android разработчика это преодолеть первый этап обучения. Под этим первым этапом я подразумеваю изучение языка программирования. Для Android это конечно же Kotlin. Также к первоначальной ступени я отношу умение разбираться в структуре проекта вашего мобильного приложения, знать основы Android разработки и уметь строить современные интерфейсы. То есть знать не только как их визуально даже строить, а также как еще и обрабатывать взаимодействие с ними и в зависимости от поведения пользователя выполнять различные действия. Пройдя этот первый этап вы во-первых победите страх и ощущение непонятности как подойти к Android разработке. При правильном обучении вы уже на этом этапе будете думать как программист и освоение дальнейшего такого сложного материала как работа с базами данных и построение правильной архитектуры мобильного приложения не будет казаться уж такой неподвластной крепостью и вы будете в состоянии усвоить и попрактиковать весь остальной материал. Самое сложное это конечно же первая ступень, которую нужно преодолеть. Но проблема заключается в том, что на преодоление этой ступени нужно потратить большое количество времени, к сожалению. Но есть выход. Во-первых, впереди новогодние праздники, целых 10 дней выходных. Во-вторых, для того, чтобы оперативно и качественно освоить не только первую ступень, но и все технологии, которым пользуется современный Android разработчик и которые требует от нас современная Android разработка, для этого всего вам поможет мой курс с возможностью консультации со мной и проверкой домашних заданий. И сопоставляя эти два обстоятельства, я делаю новогодние предложения для всех желающих только с сегодняшнего дня до 5 января. Только 4 места доступны в премиальный пакет моего курса Android разработчик. Естественно, с обратной связью, безлимитным количеством консультаций, проверкой домашних заданий и кучей дополнительных подарков. Все это доступно всего лишь навсего за 3000 рублей. Если вас интересуют контакты для связи со мной, если вас это предложение интересует, то контакты для связи со мной есть в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Ну а сейчас, закончив со всей официальной частью, мы давайте поговорим о том, что же в 2024 году должен знать Android разработчик. И также мы поговорим, как, собственно, в этом 2024 году стать Android разработчиком. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Я за основу родмапа беру именно карту, которую я делал на 2023 год. Я буду... там немного поменялось. Я просто буду вам рассказывать по карте, которую делал на 2023 год, но потом дополню, буду комментировать и рассказывать, что поменялось, что нет, чем дополнить. Итак, с чего же нам начать? Во-первых, нам нужно установить Android Studio. Обязательно. Тут этого нету, но я вам рассказываю об ошибках, которые у новичков, у учеников всегда возникают. Смотрите. Вы решили стать Android разработчиком. В первую очередь, что вы должны сделать? Ну, естественно, поинтересоваться, где разрабатывать. Да, собственно. Вам нужно просто установить Android Studio. По поводу установки. Устанавливать нужно правильно. У многих есть, особенно... На Macе такого нет. Но если у вас на Windows, то есть Windows, если у вас имя пользователя написано на русском языке, перед установкой создайте у себя, допустим, заходите на диск C. Заходите на диск C, создаете англоязычную папку с английским названием. Назовите ее там Android SDK. И при установке... И когда вы скачали Android Studio сайта, опять же, просто вот Android Download. Все. Первая ссылка. Берете, скачиваете файл установочный. Затем вы... Вы создаете вот эту англоязычную папку Android SDK, запускаете установщик. И в окне, где от вас будет требовать директорию для установки, указываете именно эту папку. И тогда у вас все установится без проблем. Потому что если у вас в пути будет русский язык, то есть кириллица, то Android Studio не понимает это, не поймет этого и просто ничего вам не установит. Это очень важно. Так вы установили. Теперь следующий шаг. Существует два подхода, два мнения. Jetpack Compose и классический XML подход. Вы можете многое слышать от людей, то, что нужно изучать Jetpack Compose. Со знанием Jetpack Compose, но без знания XML вы никому не нужны будете. Потому что XML это более глубокие знания. Подход через XML это более глубокие классические знания. И на этих классических знаниях будут держаться серьезные проекты очень долго. На Compose будут делаться несерьезные стартапы. И будет кто-то так баловаться. Типа как... Ну, будут играться. Люди играться, пробовать, как это, собственно, происходит на YouTube. Серьезные проекты на Compose не делаются. По крайней мере сейчас. Поэтому с Compose, без Compose вы будете нужны. Лишь с Compose вы не будете нужны. Поэтому мы подберем именно классический вариант. Когда вы создаете проект... Давайте я даже сейчас его вам запущу. Android Studio я вам покажу. Создаем пустой проект. Вам нужно выбрать вот это. Empty View Activity. И продолжаете Next. И создаете, короче говоря, пустой проект. Так вот, когда вы создали пустой проект, вы должны зайти, подключить эмулятор или реальное устройство. И попытаться запустить этот пустой проект. У вас должно на смартфон выйти, там, экранчик, Hello World написано. Все. Как это только вы сделали, все отлично. У вас все программное обеспечение работает. Все отлично. Можете приступать к обучению на Android разработчика. Мы удостоверились, что у вас все необходимое уже есть. Перед тем, как вы начнете изучать основы Android, вам нужно изучить основы Kotlin. Не нужно глубоко копать, там, год сидеть. Я вижу людей, и год сидят, и два года, и полгода сидят за этим Kotlin. Не нужно этого делать. Вы пока будете изучать этот Kotlin, вы переходите становиться Android разработчиком. Этот способ, через глубокое изучение Kotlin, он подходит лишь глубоко таким людям, теоретикам, которые имеют научный склад ума, не побоюсь этого слова, различным ботаникам, которые просто заходят с теоретической основы, и они просто сидят на таком подходе. Таких мало. Большинство людей хотят, вообще, кого я вижу, большинство хотят разрабатывать свои приложения. Ну и чуть меньше часть, ну, думаю, я вижу 60% кто хочет создавать свое, 40% кто хочет просто трудоустроиться. Из этих 40% просто большинство это на самом деле свитчеры, так называемые. То есть, переходит из других сфер, либо программирования, либо просто из других сфер вообще, там, из экономики, из юриспруденции, откуда угодно переходят. И им не подходит этот глубокий подход. И большинству не подойдет этот подход, который вам везде советуют. Глубокое изучение базы, глубокое изучение Kotlin. Вы это потом все сделаете. Вам нужно сейчас, короткий срок, сделать так, что ваш мозг не начал сопротивляться. Чтобы вы получили как можно быстрее первый эффект от своего занятия, изучения Android разработки. Поэтому, открываем на YouTube. Если уже не идете ко мне на курс, жалко вам заплатить небольшие деньги. Но при этом быстро, оперативно, качественно выучиться. С практической стороны получить образцы кода с коммерческих проектов. Если вам этого не хочется, вы хотите прям все бесплатно. Берете просто, идете на YouTube, пишете уроки по Kotlin. Там плейлисты выходят, фильтруете там, не чтобы год-два. Ну, в принципе, основы синтаксиса языков. Это очень фундаментальные вещи. Они редко, когда меняются. То есть, берете вообще абсолютно за любые года, ну, я сторонник, что-нибудь посвежее взять. Находите что-нибудь посвежее, за год, за два назад вышел. Отлично, открываете и проходите по верхам. То есть, что нужно? Нужно понимать, как создаются переменные, для чего они нужны. Как положить, как инициализировать переменную нулабельную. Как создать нулабельную переменную и потом ее проинициализировать. Как создать сразу переменную со значениями. Какие виды переменных бывают, да, чем переменные от констант отличаются. Как оно все объявляется. Как правильно именовать переменные. Какие типы переменных бывают, да, строки, числа, вот эти булевые переменные. Вот это вот все проходите. Далее пытаетесь положить число какое-то. Ну, не то, что число, а значение какую-то переменную. Потом переложить туда другое значение. То есть, меняете значение. Потом учитесь и дальше идете, когда с переменными разобрались. Далее вам нужно изучить операторы, которые вы можете использовать для изменения переменных. Там сложение, вычитание, деление. Вот это вот все математическое. Потом вам нужно изучить условные операторы обязательно. when, if, else, вот это вот все, как этим пользоваться, как в этом всем участвуют переменные. В том изучаете, как можно использовать функции. Изучайте создание функции обычных, создание функций с параметрами, да, то есть с аргументами. Создание функций, которые что-то возвращают. Правильно учитесь вызывать эти функции. Вы можете изучить замыкания, но не сильно переусердствоваться в этом не стоит. Дальше изучаете коллекции, да, то есть как работать там с массивами, с листами. Вот это все по верхам, все по верхам. Циклы, как вы можете перебирать вот эти коллекции с помощью циклов. И далее нужно понять основы ООП, как создаются классы, какая структура есть у классов, как под эти классы создаются объекты, как мы можем взаимодействовать с полями классов через объекты, что такое наследование, что такое инкапсуляция, что такое подиморфизм. Основа основ. Смотрите, если вы уже были программистом на других языках, даже на том же PHP, неважно, вам для изучения языка, другого языка, неделя максимум. Я буквально недавно, у меня опыт, и я начинал в вебе как на PHP, на JavaScript, потом я ушел в Android-разработку, писал, начинал с Java, потом на Kotlin, и сейчас я недавно изучал iOS, и там язык программирования Swift. Я изучил его за одну неделю. Если вы когда-то уже работали с языками программирования, вам другой язык изучить одна неделя. Если вы не знаете, что такое программирование, никогда с этим не связывались, месяц максимум. Но это много. У вас мозг, ваш мозг просто откажется от этого всего. Две-три недели максимум. Просто пройдитесь вот по верхам, как я вам советую. Не нужно копать вот это далеко. Вы, еще некоторые, не дай бог, учат вас читать книжки по этим языкам, программирования, вообще не стоит. Потом книжки купите себе на полку положите. Просто потом изучите более глубоко. Для того, чтобы начать, не нужно глубоко копать. Забудьте об этом. Как только вы это сделали, тут вот у меня на плане идет Android SDK. Да, но вот это, вы запустили проект, да, все верно. Потом идет Kotlin. Потом у нас Android SDK. Что здесь нужно вам? Вам нужно научиться не бояться кода, научиться не бояться проекта своего. Вам нужно понять, что где в вашем проекте находится. Для чего нужен манифест? Для чего нужна папка Kotlin и Java? Для чего нужна папка с ресурсами? Что хранится в файле string? Что хранится в папке layout? И вот саму основу построения проекта вам нужно изучить. Потом вам нужно понять, из чего состоит, собственно, Android приложение. По факту вам рассказываю. Android приложение состоит из экранов. Экраны могут выражаться в виде Activity, либо с одного, то есть, когда несколько Activity. То есть, у вас по факту, либо экраны, это у вас, либо Activity, либо различные фрагменты, которые подбружаются в эти Activity. У нас есть Visual, у нас есть программирование. То есть, в визуале вы внешне настраиваете, как будет выглядеть ваше приложение. То есть, наполняете виджетами, которые не имеют пока еще никакой функциональной возможности. То есть, при нажатии на нити или взаимодействии, они никак вам не отвечают. Вот это все визуал мы делаем на языке XML. Для этого у нас есть XML файлы. Они хранятся в папке layout. Для того, чтобы все это начало работать, то есть, все оживить, чтобы как-то все эти виджеты у вас реагировали на вас, вам на действия пользователей, вам нужно в специальном Kotlin классе прописать, собственно, код, который будет отвечать за реагирование на взаимодействие с этими виджетами. Поэтому Activity у нас любое, и фрагмент любой, состоит из двух файлов. Это XML файл, где мы визуал делаем, и Kotlin класс, которым мы функционал весь прописываем. И нам нужно связать вот этот XML с Kotlin классом. И делается это через VueBinding. Обязательно изучите, что такое файл BillGradleApplications, как вы можете подключить VueBinding, и как его проинициализировать, и как настроить взаимосвязь. Ни в коем случае я вижу сейчас очень много подходов. Почему-то используют старый FindVueById, вообще непонятно. Сейчас DataBinding еще простительно использовать, но сейчас используется VueBinding. То есть нужно использовать, узнать, что такое XML, что такое Kotlin классы в Android приложении, и как они взаимодействуют через VueBinding. Изучить не нужно. Вот у меня тоже была такая ошибка. У меня была ошибка, когда я изучал Android, я скальнально в XML хотел изучить каждый атрибут. Не нужно делать так. Просто изучаете, какие компоновщики бывают, да, то есть какие лаяуты бывают. Liner layout, Constraint layout, вот эти координатор layout, вот это все. И также вы должны изучить, как правильно подключается VueBinding, как он взаимодействует с помощью него XML с Kotlin классами. И, конечно же, нужно изучить, как работать с основными виджетами, да. Собственно, текстовое поле TextView, кнопка Button, картинка ImageView, кнопка в виде изображения ImageButton, как работают чекбоксы, ну, все основное. Радио кнопки. И нужно понять, как вам взаимодействовать с этими виджетами. То есть, самый простой пример, чтобы быстро получить результат. Ставите кнопку, ставите текстовое поле. Делайте так, чтобы при нажатии по кнопке что-то записывалось в текстовое поле. Изучайте, что такое обработчик с этими кликлицами, да. И получайте первый результат. И вот это находится здесь точечка, которая позволит вам продолжать обучение вот на этом этапе. Потому что здесь ваш мозг увидит, что вы что-то сделали. У вас будут очень сильные эмоции. И если бы вы в этом временном промежутке сидели бы на котлине, вы бы от всего бы отказались. Вы не понимали, для чего вам это все нужно. Здесь уже на этом этапе вы уже понимаете, для чего это нужно. Вы уже создаете объект кнопки, создаете объект текстового поля. Вы вешаете с помощью функции, обрабатываете то событие, которое будет происходить. То есть на этом этапе вы можете уже написать что-то, и ваш мозг поймет, для чего вам это надо. И дальше будет легче. То есть важно хотя бы в идеале в первом месяце оказаться на этом этапе. В идеале. Ну хотя бы через полтора-два месяца, если у вас крепкие нервы. Но в первом месяце идеально здесь оказаться, вот на этой точке, когда вы это сможете сделать. Потом, когда у вас это получилось, делайте то же самое с несколькими кнопками. Здесь я вам подскажу, вам нужно понять, что здесь напрямую вы уже не вешаете метод setOnClickListener. Подключаете специальный интерфейс view.OnClickListener. И там уже вы используете условный оператор OEN, который вы изучали в котлине. И на этом этапе я вам предлагаю написать свое первое приложение. Вот здесь вы уже можете написать первое предложение, расчет стоимости ремонта квартиры. Ну, любое другое. Я вам советую это сделать. Как только вы это сделаете, еще более укрепите свои позиции. Но это вы можете сделать и чуть позже, но лучше сейчас. Когда вы это изучите, вы должны перейти. То есть вы уже умеете строить интерфейсы, вы можете уже обрабатывать события. И здесь я вам советую перейти к изучению построения современных интерфейсов с помощью библиотеки Material Design, которая уже некоторое время назад, это уже происходит, что изначально идет уже предустановленное в вашем пустом проекте мобильного приложения под Android. Изучаете Material Design, различные экшен-бары, навигационные панели, всякие выезжающие штуки. То есть все то, с чего состоит современное мобильное приложение, в данном случае Android приложение. Это простой материал для обучения. Очень простой материал для обучения, но он по размерам огромный. То есть он очень большой этот материал. То есть пройдет много, пару недель у вас уйдет на изучение этого. Но опять же, пару недель это у меня проходит на курсы этому. Вы можете долго его изучать. Поэтому лишний повод прийти ко мне на курс. Поэтому изучайте вот эту библиотеку Material Design. Как только вы это изучили, можете вот ваше приложение по расчету к своему ремонту квартир сделать на современных интерфейсе. Да, там и менюшки уже у вас будут, и все будет. Как только вы это закончили, нужно перейти... В принципе, можно изучить ViewPager. Он не часто используется. Что такое ViewPager? Это некое подобие, как у вас было, видели на сайтах различные слайдеры, да, рекламные идут, которые листают. Вот это ViewPager, но в мобильной разработке. Можете его написать. Далее вы должны взять свое мобильное, любое мобильное приложение, которое вы им пользуетесь. И у вас там есть везде листающий контент. Список категорий, список товаров, список постов, список настроек. Все эти списки строятся через современные списки RecyclerView. Я очень часто вижу, что строят через ListView. ListView очень слаб по сравнению с RecyclerView. Хотя RecyclerView на нем строится. Но если вы хотите делать современные приложения и сделать современную разработку, то вы должны изучить RecyclerView. То есть вы должны изучить, как строить макет для каждого пункта списка. Как строить модели для каждого пункта списка. Как наполнять ваш список контентом. То есть через адаптер. Вы должны понимать, что должно происходить в адаптере, что не должно происходить в адаптере. Вы должны правильно обрабатывать нажатие на каждый элемент списка и на каждую иконку каждого элемента списка. Тут есть заковыриться, вам нужно поизучать это все. И обязательно изучить еще вложенный RecyclerView. Когда идет, например, список категорий и внутри этих категорий второй RecyclerView. То есть это тоже там нужно будет подумать, посидеть. И на этом этапе для закрепления всего пройденного материала я вам рекомендую написать приложение со списком. Либо список продуктов, либо список задач, любое построение списков. Это тот же интернет-магазин, можно написать такой. Но у вас нету знаний по базам данных, которые вы получаете дальше. Вам дальше нужно научиться работать с базами данных. Здесь я вам советую посмотреть что-нибудь из теории баз данных. Понять, как строятся базы данных и вообще что там как. У меня есть видео на канале по теории базам данных. Можете посмотреть. Но тут вы должны понять, что я до сих пор вижу эту проблему. Люди не понимают. У вас одна база данных в приложении. Но опять же, допустим, про локально-нелокально я сейчас поговорю. У вас на устройстве одна база данных. И в этой одной базе данных есть множество таблиц. Допустим, есть интернет-магазин. Это таблица с категориями, таблица с товарами, таблица с тегами, с аккаунтом, настройками аккаунта. То есть, одна база данных, множество таблиц. На устройстве в Android используется локальная база данных SQLite. Раньше, когда я начинал обучаться, мы напрямую с ней работали через курсор. Сейчас есть замечательная библиотека Room. Подобие которой и близко даже нету в iOS-разработке. Есть там встроенная Core Data в iOS, но она настолько устаревшая убогая, что ей никто не пользуется. Используется сторонним приложением Real. А многие вообще не пользуются локальным хранилищем. И сейчас в iOS только буквально в этом году SwiftData сделали. Но опять же, отклонился от Android. Просто есть замечательное решение Room, которым нужно работать. Тем более, через формат LiveData, живые данные, все это замечательно работает. И здесь, на этом этапе, вам нужно изучить корутины. И в целом многопоточность. И вот в этой связке, которую вы изучали, смотрите, RecyclerView. У вас уже есть знания локального работы с локальным хранилищем через библиотеку Room. Вы тут также поймете, как использовать Umodel и научитесь работать с многопоточностью. Используя все вот эти навыки, вы должны попробовать переписать свое приложение с прошлого блока. Тот же список покупок, список заданий. Но уже с использованием базы данных. Добавление с функционалом, добавление в избранное, добавление в корзину. Тут же даже можно полноценный интернет-магазин описать. То есть, вы работаете с локальным хранилищем. Есть, например, очень простой пример, как можно это рассматривать. Это приложение для интернет-магазинов. Есть данные, которые хранятся, должны быть доступны конкретному пользователю на конкретном устройстве. А есть данные, которые должны быть доступны всем пользователям. Например, то, что вы положили в корзину, должно быть доступно только вам. То, что, допустим, весь ассортимент товаров, весь каталог доступен, должен быть всем пользователям. Вот такие данные, которые должны быть доступны всем пользователям, они хранятся в удаленном месте на сервере. Там разворачивается база данных MySQL обычно, может быть Postgres. Там на сервере, но обычно самый простой способ, как это можно сделать, как мы делаем на курсе. Покупаем хостинг, ну первый день хостинга бесплатно, опять же хостинг на 200 рублей в месяц. Домен создаем под него, разворачиваем на этом хостинге базу данных под домен MySQL. Я учу, как это делается, я учу также, как создавать через phpMyAdmin табличку. Мы пишем на языке php, почему на языке php, потому что самый простой способ, не углубляясь глубоко в бэкэнд-разработку, на php все это сделать. Мы пишем php-запросы к этой базе данных и потом с приложения, через библиотеку Retrofit, приложение, мобильное, модное приложение, подключаемся к нашему серверу. Здесь уже используется технология, подход рестапи, тоже можете поизучать. В плане рестапи сейчас я еще вернусь. И в общем задача стоит такая, уже берем приложение интернет-магазина. Что мы должны сделать? Мы должны сделать следующую вещь. Я всегда рекомендую делать следующую вещь. Первый этап это обучение работы с локальным хранилищем. Второй этап это работа напрямую с сервером. То есть уже у нас нет локального хранилища, у нас все данные хранятся на сервер. С сервера мы получаем данные через библиотеку Retrofit и на сервер мы отправляем данные для перезаписи каких-то данных. Здесь вам нужно знание хостинга, MySQL, немножко PHP, Retrofit. Также мы можем здесь изучить работу со сторонним, не с нашим сервером, а со сторонним сервером. Например, тот же прогноз погоды или что-то типа такого, какое-то расширение для той же соцсети ВКонтакте. Когда вы получаете какие-то данные, хотите отобразить их на своем устройстве. То есть данные из сервера какого-то сервиса и отображаете на своем устройстве. Здесь также используется библиотеку Retrofit и делаете через REST API все это дело. Когда вы это научились делать, мы должны далее сделать очень интересный проект. И изучить технологию MBVM. То есть что вы должны сделать? Вы берем тот же интернет-магазин. Почему интернет-магазин? Очень удобно. Можете все проработать в рамках этого интернет-магазина. Мы разворачиваем на хостинге. В доменной зоне определенной базу данных для интернет-магазина с товарами, с каталогом. Пишем PHP-запросы. В мобильном приложении получаем эти данные через библиотеку Retrofit. Далее эти данные мы напрямую уже не используем. Мы их перезаписываем на этапе загрузки мобильного приложения. Перезаписываем эту данную в локальное хранилище SQLite. И работаем уже с этим локальным хранилищем SQLite через библиотеку Room. С помощью Coroutine. С помощью инъекций зависимости, которые можно делать через Coin или через Dagger. Обе технологии рассматриваются на курсе. Но в мобильном приложении, вернее на курсе, мы делаем на основе этой технологии выпускной проект, приложение по заказу кофе. Тоже некий вариант интернет-магазина. Ну, уже более что-то отличенное. И вот такой подход, он позволяет проработать архитектурный паттерн, когда мы все разбиваем на Data Domain Presentations. Во-вторых, мы можем здесь уже использовать замечательную технологию. То есть, вы, наверное, замечали, когда вы пользуетесь мобильным приложением, особенно это видно на Сбермаркете, что все данные очень долго загружаются. Это из-за того, что работа происходит напрямую с сервером. А если мы на этапе загрузки загрузили данные сервера на локальное хранилище, то работа уже с данными идет в локальном хранилище и идет очень стремительно, быстро. Плюс здесь предусматривается такая особенность, что если у нас в какой-то момент времени не будет работать интернет у пользователя, то ему будут доступны последние удачные загруженные данные. Это очень удобно. И здесь мы, конечно же, можем написать приложение, либо усовершенствовать наше приложение для интернет-магазина, либо написать приложение также для покупки, заказа кофе. И далее вам нужно изучить остальные технологии, которые не зашли в предыдущие блоки. Это аутентификация. Я вам рекомендую проработать стандартную аутентификацию в Android через Firebase. То есть, это авторизация, регистрация и проверка, авторизирован ли пользователь. Если авторизирован, ему предлагаются различные экраны. Самый простой и самый легкий через Firebase. Но можете, используя данные свои по работе с сервером, написать собственное решение, авторизация, регистрация пользователя и проверки его статуса через базу данных на сервере. Неделька у вас займет, напишите. Я недавно буквально писал для ученика. Нужно освоить нам навигационную архитектуру. То есть, есть bottom navigation, панель, которая загружает различные фрагменты в зависимости от поведения пользователя. А есть такой подход стандартный, как navigation с архитектур компонент. Изучить его. Далее нужно изучить, как мы можем делать так, чтобы пользователь получал уведомления с приложения на свой смартфон. И также стоит изучить подход через анимацию. То есть, нужно изучить, как мы можем анимировать каждый виджет, как мы можем анимировать переходы между экранами. То есть, очень интересная вещь. Не фундаментальная, но интересная. А дальше работать, работать, работать над собой. Но, как я говорил, есть дополнение. То, что нужно изучать бонусом. То, что я советую изучать бонусом. И вот в бонусом, когда вы все изучите это, когда у вас будет свободное время, и вам будет позволительно изучать что-то еще, вот здесь нужно начать изучать Jetpack Compose. Только вот здесь. Jetpack Compose. Изучайте подход через Jetpack Compose и изучайте все костыли, которые пишутся сейчас под Jetpack Compose. Которые не пишутся, а которые используются. Костыли под Jetpack Compose. Потому что нет так похожих решений, которые были на XML. То есть, подход через XML, чем он хорош, уже есть все проверенные решения. Есть много информационной базы. То есть, есть все, что необходимо нам для работы, для создания современных мобильных приложений. Этого всего нет еще в Jetpack Compose, потому что он еще слишком сырой. Вот поэтому Jetpack Compose нужно брать как вторую технологию дополнительную. Потому что, если вы начнете с нее как с основной, вы также помашите ручкой Android разработки. Поэтому нужно дополнительно изучать Jetpack Compose. Тут нужно изучить тестирование, которое также есть для Android разработки. И я вам советую еще поработать, изучить, что такое Git, как с Git работать. И создавать свои приложения. Хотя, если вы будете слушаться меня, как я вам сказал, у вас будет раз приложение, которое вы совершенствуете, два приложения, три приложения и четыре. Уже четыре приложения на выходе будут. Плюс можете что-то еще написать. С карты, по-моему, да, еще советую карту изучить. Как работать с картой. Есть кит, специальная библиотека кит, которая позволяет с Яндекс.Карты хорошо работать. Ну, в общем, тогда затянутое видео получилось. Как видите, изучать нужно много. Но, как я и говорил, если изучать правильно, как я вам объяснил, то вы не замучаете свой мозг этим всем. И работать плавно. Какой срок обучения? Ну, смотрите, у меня на курсе были люди, которые проходили за три месяца. Были люди, которые проходили за полгода. Есть люди, которые проходили два года. Я обучался сам. Я не ходил ни на какие курсы. И взял лишь один раз ментора, который мне научил архитектуре. И то я взял его, этого ментора, потому что я до этого купил на Юдеме его курс по архитектуре. И, собственно, из-за этого я его просто как бы с ним сотрудничал. Но я изучал, когда я начинал изучать с Джавы. Поэтому не стоит... И вообще Джаву подкиньте. То есть, как бы у меня очень был сложный тернистый путь, который занял полтора года. Поэтому я знаю, как его пройти быстро. Если вы будете, допустим, четыре часа в день, каждый день, три месяца. Если два часа в день, без выходных, ну, то есть, вообще два часа в день, каждый день, вообще выходных не будете знать, полгода. Если в лайт-режиме год, но можете пройти очень быстро. Но причем вы же можете писать приложение уже вот на этом этапе. На половине пути. Ну, грубо сказать, на половине. Ну, в принципе, на половине, да. То есть, подходы разные. Если будете самостоятельно все изучать, вы можете три года уйти на это. Верег легко. Потому что вы не знаете, что правильно, что нет. Вы не знаете, где правильный код, где хороший код, где плохой код. Вы не знаете, где авторный, извините за слово, на говнокодил, а где не на говнокодил. Тем более, в интернете, в бесплатном доступе. 8% кода очень плохое. Потому что нормальный специалист бесплатно ничего делать не будет. Ну, это естественно. Ну, и поэтому, если хотите быстро, оперативно, качественно, приглашаю на курс. Ну, затянулось видео. Это у нас такой новогодний выпуск. Для тех, кто дослушал до конца, я хочу пожелать вам в новом году, чтобы вы в новом году все-таки освоили в эту профессию Android-разработчик. Да, видите, Android по сравнению с iOS-ом более сложен в обучении, в понимании. iOS намного проще. Но в iOS-е очень высокий порог ухождения. В Android-е вам нужен Windows и Android. И вам больше ничего не надо. В iOS-е намного сложнее. Поэтому изучайте Android. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Уже до встречи на следующем году. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok